итак привет дорогие друзья с вами на связи владимир коваленко я топ-1 и вице-президент компании нашей любимой французской бисе и сегодня я хочу запустить ток-шоу сегодня будет интервью с нашим топ лидером юлия меншин я задам ей очень интересный вопрос какой-то степени бой они даже будут не сюда удобные для тебя но зато это будет очень интересно я думаю что всем кто сейчас начинает этот бизнес именно конкретно сетевой бизнес но и в целом это интерпретировать можно на любой бизнес да будет интересно послушать как люди из глубинки добиваются крутых результатов через что они проходят в общем мы начинаем так что погнали ребята итак юль мой первый вопрос тебе он наверно банальный будут в целом как ты сюда попала в нашу секту под названием биоси сетевой бизнес поэтому пожалуйста расскажи ребятам довольствием расскажу всем привет надо зацепить эту историю быстро я говорю надо было тренироваться как только честно я знаю что ты предприниматель линейного бизнеса в прошлом я все время рассказываю что я ни дня не работала в найме на самом деле это брехня ровно три месяца я проработала в найме этого было достаточно для того чтобы принять решение развиваться как традиционный предприниматель но самое интересное оказалось что когда я подумала что вау линейный бизнес традиционный бизнес как круто сейчас я стану свободной независимой буду зарабатывать бабло путешествовать но оказалось что линейный бизнес вовсе не такой скажем так безудержный романтичный и безграничный выяснилось что очень огромное количество задач которые приходится ежедневно решать линейному предпринимателю и после 8 лет традиционном линейном предпринимательстве я поняла что это полная жопа потому что когда я познакомилась с вами дорогие друзья выяснилось что вы сильно меньше работаете сильно больше путешествуете сильно кайфове себя ощущаете и зарабатываете даже больше чем я я подумала блин наверное что-то я не очень понимаю наверное мне нужно разобраться наверное мне нужно посмотреть какие еще существуют бизнес-модели как еще я могу использовать те навыки которые я в любом случае они у меня появились к этому моменту и я стала разбираться и таким образом оказалась в этой в этой истории и вот теперь я сижу и мне берут интервью прикиньте такой вот вопрос никто тут много но веришь ли ты что сейчас с нуля можно построить и сделать результат и стать первым в этом бизнесе все самые самые легкие вопросы я не то что верю единственное что в чем я за все время вообще развития в проекте на сто процентов укрепилась то что это абсолютно реально это возможно единственное что мне очень откликнулась фраза на сетевой бизнес это очень простой бизнес но нелегкий бизнес сейчас минуточку спасибо это это можно даже не вырезать это суровый будни сетевых предпринимателей понимаешь к слову говоря я не шучу на самом деле для меня вот так вот в субботу приехать в кафе первой половине дня встретиться с интересным человеком это было просто надо было я не знаю планировать за две недели это в последний момент я могла отменить потому что оказывалось что у я там незаменимая на дотах совершенно другая я не то чтобы верю я знаю что это так я знаю что абсолютно любой человек абсолютно с нуля может сделать здесь результат но но есть несколько но первое нужно четко понимать какие навыки нужно прокачивать и отказаться от мысли что ты вообще что-то понимаешь про бизнес что ты вообще что-то понимаешь про себя и что ты вообще что-то понимаешь про людей то есть на эту шапочку из полиге я у тебя слушай ну такой вопрос я у тебя я у тебя часто вижу stories и такую фразу я тебя вижу настоящее что это вообще означает и раньше что вообще как бы ну у тебя линейный бизнес детская комната причем здесь я вижу тебя настоящий откуда эти все глубокие познания и и что означает эта фраза ну в первую очередь благодарю что ты смотришь мои stories подписывайтесь на мой инстаграм этот проект стал для меня сильно больше на старте чем деньги хотя я пришла за деньгами именно здесь я поняла что я вообще себя не знаю вообще не понимаю про что я для чего я а этот бизнес сетевой бизнес он раскрывает человека если ты не решаешься посмотреть на себя целиком какой ты есть совсем твоим говном со всеми твоими заморочками со всеми твоими коронами вот если ты не не готов к этому в принципе можно не продолжать вообще здесь развитие и когда я пришла я поняла что я себя не знаю вообще то что я думала про себя это что я начала видеть в отзергаливание дали людей партнеров которые ко мне приходили и круче это не совпадало я думала я один человек оказалось что я совершенно другой человек и то же самое происходит с моими партнерами с девочками которые приходят перед ними стоит задача раскрыться познать себя узнать себя я этим посылом когда я говорю что я вижу тебя настоящую я говорю о том что я сама не боюсь смотреть на людей целиком то есть видеть не только какие-то там то что люди показывают а видите истинное лицо человека потому что в наших заморочках в нашем говне в том числе кроется огромный ресурс и мы привыкли от этого отворачиваться у меня хорошенький я замечательный а на самом деле в действительности человек он разный мы и завидуем и обижаемся мы ноем и раздражаемся и в этом тоже наши ресурсы то есть ты можешь человеке повернуть это его минус большой конечно конечно да минус большой плюс именно то есть я вообще не я не верю что в человеке есть минусы есть разные качества и нет недостатков есть те качества которые мы не знаем как выкрутить свою пользу даже самые вот какой-то казалось бы негативный негативное проявление можно при грамотном подходе при этом при принятии опять же да если от этого не отворачиваться когда я вот я например очень раздражаюсь и очень иногда жесткая и тогда да я могу вот да я даже не жестко резкая то есть я могу не подумать резкая дерзкая совершенно верно я могу не подумать не задуматься о чувствах человека если ну как бы решается какая-то задача я могу вот прям какие-то вещи говорить очень грубо это моя вроде бы как минус да но с другой стороны если какие-то если понимать что я преследую конечную цель и люди которые я всегда предупреждаю людей я могу быть грубовато и рисковато в некоторых моментах но это ради общего дела скажи как-то раньше вообще относилась к сетевому бизнесу потому что были у тебя вот эти заморочки это не мое это какой-то вообще трэш это секта ходьба сумками круче то впаривание многие просто этого боятся и типа чур чур покрестили а у меня не было вообще никогда никаких заморочек на тему сетевого и когда когда я стала разбираться в этой системе у меня не то что у меня был вопрос отчеток можно было реально не нужно не выдумывать нишу нужно выдумывать продукт не нужно заниматься логистикой не нужно отвечать за бухгалтерию мне не нужно переживать о качестве продукта мне нужно только создавать как бы поток людей все и выше меня еще громче видите спонсор такой спонсор и мне нужно только по сути создавать товарооборот и еще вы меня этому научите на самом деле если честно меня очень подкупила тема с обучением я очень люблю обучать обучаться когда я зашла и увидела что здесь бесплатное обучение здесь тренинги здесь марафоны я прямо я прямо оказалась здесь сейчас но не все так радужно заморочек у меня не было но когда я зашла в эту систему и когда я увидела огромное количество заморочек у других людей негатива какого-то я просто с этой системы не соприкасался мне не было в окружении ни одного сетевого предпринимателями и когда никто никуда не звал я не знала ни плохой нехорошей стороны я вот пришла вот как вот ну с нуля и когда я увидела огромное количество трэша у других людей неадекватного восприятия стереотипов вот это меня очень сбило с ног я не ожидала что блин это такая в этом смысле замороченная тема и в силу того что опять же раз уж мы говорим искренне да только сейчас я тренирую навык не обращать внимание что про меня подумают на первых этапах на меня это очень сильно влияло когда я поняла в какую систему я попала сколько здесь слухов сколько здесь вот этого всего меня это так немножко уж она типа снять stories да тоже что обо мне подумают а нет снять stories нет на улице вот этого у я надо понимать что я в очень таком была бизнесе где все время была на показах где я клуба занималась клоунады где я выступала на огромное количество людей больше челлендж был с видео это до снять видео первое свое это было очень страшно и выйти на вебинар хотя там пришло 4 человека которые случайно мои родные и год было очень страшно даже непонятно почему но видимо это шлейф вот этого знаешь ты там вещаешь люди смотрят это сказывается вот это вот на эту тему я очень переживала а stories и все эти истории какие-то тексты мне было вообще не страшно нужен по-хорошему нужен третий нужен третий слушай давай тогда такой личный вопрос тебе предпринимательство в кого ты такая пошла а у тебя родители предприниматели или как но как ты считаешь от кого-то до качества предпринимателя ты взяла и как насколько это важно чтобы это был как бы в тебе заложен потенциал или это вообще неважно как ты думаешь любой человек может стать предпринимателем хороший вопрос хороший вопрос смотри во первых от кого тут ты очень классно задаешь этот вопрос потому что как раз вчера у меня была консультация с астрологом и и с одной стороны да у меня и мама и папа они предприниматели у меня у мамы свои свой салон красоты у папа занимается не скажу чем но тоже предпринимательство вот и в одно время как я делала свой первый бизнес они тоже пооткрывали то есть мне было сильно проще потому что во первых они мне дали денег на это во вторых они сами развивались как предприниматели конечно это имеет большое значение но у меня еще по моей натальной карте предпринимательский навык он в основе лежит интеллект сообразительность и стремление делать деньги это вот как бы вот ну в основе да я очень и очень но при этом я не не особо люблю рисковать именно поэтому когда я выбирала проект я смотрела чтобы там было все максимально максимально экологично то есть вот какие-то скажем аферы или там провернуть какого-то там бабла это не моя история то есть я не рисковый человек я все делаю мне нравится процесс зарабатывания денег но мне важно при этом еще получать удовольствие мне важно при этом развиваться и учиться и при этом я могу действовать вот по шажочку по шажочку то есть если говорить обо мне то это не провод фееричный и стремительный рост то есть я иду иду кайфуешь процесса ну когда кайфую тогда все и получается как только проваливаюсь в какую-то достигаторство тогда результатов нет по поводу того каждый ли человек ты знаешь я думаю если говорить откровенно абсолютно не каждый человек должен быть предпринимателем и и может быть предпринимателем и хочет быть предпринимателем есть огромное количество примеров когда люди делают деньги в найме и не маленькие деньги и там и в политике и есть огромное количество людей там творческих и абсолютно не каждый человек должен стремиться быть предпринимателем но Но именно сетевая система, она, мне кажется, что абсолютно для любого человека должен быть этот опыт, выстраивание своего собственного дела, пусть даже небольшого, посмотреть, как все устроено, посмотреть, как вести переговоры, как делать продажи, как устроена система бизнеса как таковая, какие бывают модели. И это очень сильно качает абсолютно любого человека. И те навыки, которые здесь можно получить, можно применить в любой сфере. Вот приведу пример. Я, когда работала, когда училась, я работала в кафе. Сначала официантом, потом барменом. Я хочу сказать, что вот та школа, которую я там прошла, будучи студенткой, по тому, как общаться с людьми, как выстраивать отношения, чтобы у тебя была максимальная чаюха. То есть это примерно то же самое. То есть если человек хочет все-таки прокачать предпринимательские навыки, то это классная площадка. Но далеко не каждому человеку нужно углубляться в эту тему и развиваться. То есть каждый может здесь получить ровно столько, зачем он сюда пришел. Конечно, конечно. Хочешь бизнес, делаешь бизнес. Хочешь общение круг, общение поменять, движухи какую-то. Да. Такой вопрос. Какие максимальные вложения были у тебя здесь, в этом бизнесе, в BSE? Вообще бизнес ты начал с вложениями или без? Нет, конечно. Это вообще, это на самом деле для тех, кто не занимается традиционным предпринимательством. И те люди, которые говорят мне, что это же каждый месяц надо на 3 тысячи рублей покупать продукцию. Но для меня это всегда было очень смешно. Потому что когда я в своем традиционном линейном предпринимательстве каждый месяц вкладывала тысячу, тысячу долларов. Каждый месяц. Да ладно. Да. Каждый месяц. Причем я отдавала эти деньги. И непонятно, вернутся они или нет. Они не то, что непонятно вернутся или нет. Нет, это никого не волнует. И я отдавала эти деньги. Что я получала? Голое помещение с водой, с газом и так далее. Все, мне нужно было его обустроить. Ну, в общем, короче, там целая история. А здесь, когда мне сказали, слушай, вот 3 тысячи рублей, мы тебе на эти 3 тысячи дадим продукта, вот тебе еще подарков на половину этой суммы, вот тебе, значит, образовательная платформа, вот тебе ребята, которые сделают здесь уже деньги, вот тебе поддержка, логистика. Я, 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 я просто завалила, потому что, ну, это не вложение. Единственное вложение, которое я продолжала и продолжаю делать, это даже не в бизнес, а в себя. Я очень много учусь и очень много денег трачу именно на обучение, на развитие, на тренинги, потому что мне кайфово. Я, я получаю, если тебе это надо, ты, 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 ты бы это делал, даже если бы была в этом, правильно? Да, я думаю, да, 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 и это, да, это уже, конечно, это уже вложение, но, опять же, это вложение в меня, и они все окупаются, все монетизируются всегда и в результатах по проекту и в жизни. Потому что классный, побочный эффект сетевой системы заключается в том, что у тебя каким-то классным образом налаживаются все другие сферы твоей жизни. Комиссово выравнивается. Да, потому что невозможно качать что-то одно, чтобы это не сказывалось на других областях. То есть у меня наладились отношения с родителями, с любимым мужчиной. Я обрела огромное количество друзей, единомышленников. То есть ты действительно качаешь все сферы жизни. Как ты считаешь, успехи других людей, в частности в нашем бизнесе, тебя мотивируют или демотивируют? Такой интересный вопрос. Ну, как бы конкретно про тебя и в целом, что ты вообще думаешь по этому поводу. Очень болезненный вопрос, потому что придется отвечать на него правду. Я даже писала пост, который звучал так. Как чужой успех может тебя сломать? И для меня это было очень лично мое очень болезненное сознание, потому что около года понадобилось мне для того, чтобы перестать гниздить себя, когда я видела, что кто-то растет, а я нет. Перестать завидовать, перестать думать, что со мной что-то не так. Как только я поняла, что нужно учиться хотя бы, присоединяться к чужому успеху. То есть видеть в успехе не... Смотри, как было раньше. Когда у кого-то получалось, я в первую очередь видела не то, что у кого-то получилось, а спрашивала себя, почему не получилось у меня. Что со мной не так? Что я делаю не так? Я это очень часто читал у тебя. Да. И прослеживал, ты говорила, что со мной не так, почему я не делаю. И я тебе хочу сказать, что огромное количество людей думает точно так же, но продолжает сидеть в этих мыслях. И поэтому они не растут. Потому что это самое разрушающее чувство. Оно отравляет тебе жизнь, ты теряешь мотивацию, ты начинаешь тихо ненавидеть сначала других, потом себя. Нет, сначала себя, потом других. И это очень тяжело. И именно в сетевой системе это очень здорово ломает людей. Потому что когда ты приходишь, действуешь, когда ты действительно делаешь. Я не из тех людей, кто там, знаешь, я действительно очень... Да, я действительно очень много делаю. Но когда ты понимаешь, что по каким-то причинам непонятным тебе у одних прет, а у тебя как будто пробка в жопе. И ты начинаешь думать, что со мной не так. И самое опасное, пока ты думаешь, что со мной не так, ты продолжаешь думать, что со мной не так. Все, больше ничего не меняется. Ты только в этих мыслях. Но когда ты переключаешься на чужой успех и понимаешь, так, стоп, ребята, ребята сделали результат. Что они делали? Нет, даже не в этом. Они со мной, вот я с тобой сижу, вы зарабатываете там от полумиллиона до миллиона рублей в месяц. Ты в моем окружении находишься. Я как-то создала тебя в своей жизни. Я уже часть этого всего. Мне только нужно присоединиться к этому и начать вибрировать на этой волне. И все. То есть все делают то же самое. Сетевой бизнес, элементарный бизнес. Делаешь исходящий и все. Рассказываешь про идею, рассказываешь про продукт. Больше ничего не надо по сути. Все делают примерно одно и то же самое. Но все делают на разной волне. Излучают. От нас по-разному даже пахнет. Есть такое понятие, как мета-сообщение. Что ты отправляешь другим людям, что они считывают по твоим текстам, по твоим stories, по твоим эфирам. Да даже по каким-то переговорам, которые мы проводим. Поэтому очень важно прекратить. Ну как прекратить? Обернуть опять же. Прекратить не получится. Начать видеть, вот когда у нас было закрытие месяца, буквально на днях. Я девчонок прям всегда к этому морально готовлю. Я говорю, девочки, будет огромное количество. Потому что всегда в команде делятся на два этапа. На два лагеря. У кого получилось и у кого не получилось. Но действовали все. Я сейчас говорю о тех, кто делает. И у тех, у кого не получилось, я всегда их настраиваю искренне присоединиться. Что значит присоединиться? Это значит радоваться. Это значит говорить круто. Вау, вот он успех. Вот он рядом со мной. Мне надо просто протянуть руку. Мне надо находиться в этом пространстве. Мне нужно смотреть и слушать, что делают эти люди. Мне нужно менять свои отношения. Мне нужно продолжать. И я уже в нужное время в нужном месте. А как думают люди? Бля, у нее миллион рублей в месяц. Я двадцать не могу наскрести. Все, значит они там какие-то что-то они такое скрывают. Что-то они не говорят. У них супер методы. Это все блат. Это все там еще что-то. Ну и заканчивается... Актеры. Это актеры. Это актеры, да. Не, ну мы-то в команде знаем, что мы не актеры. Да, и когда даже вот я вчера увидела там какие-то чеки, для меня там, да, миллион рублей в месяц, конечно, для меня это сейчас очень большие деньги. Потому что я иду к трех ста тысячам сейчас, да, на пути. Я начинаю внутренне думать, бля, ну в чем дело. Но потом, оп, ты сразу как бы себя перенастраиваешь. Актеры осознала. Да, щелчок тебе в голове. Так, стоп, ой, это успех, я вижу, вот, это живые люди. Я там с ними общалась, значит, я уже в этом пространстве. И если я хочу этого, я это получу. Какой самый главный инсайт ты получила, какой самый главный инсайт ты получила в нашем бизнесе, в компании? Самый такой, наверное, есть ли? Блин, ну их так много. Какой бы ты выглядел инсайт? Я думаю, что их много. Вот что-то для тебя, которое играет, сыграло важный рот. Самое первое, что приходит на ум. Ну вот, два момента у меня пришли. Первое, это по поводу саморегуляции. То есть, смотри, для того, чтобы преуспевать вообще в любом деле, в предпринимательском имеется в виду, нужно четко понимать, что ты в ответе за свои реакции, ты в ответе за свои действия. Ты сам себе саморегулятор. То есть, ты не ждешь, чтобы тебе там начальник пинка под зад даст, или мама тебе позвонит, скажет, что ты уже месяц сидишь, пойди там хоть на пробежку сходи. То есть, вот этот навык саморегуляции, себя внутри вот все время взращивать в себе вот этого человека, который будет говорить, давай, смотри, что мы еще можем сделать, как у нас, а как мы сегодня с тобой там создадим, что мы поделаем сегодня. Это первый момент. А второй момент, это вот качать внутри себя отношения, сильное отношение по отношению к жизни. То есть, брать на себя, ну, брать на себя ответственность, все это набило уже оскомину, все это остается важным, но люди не понимают, что это значит. Это значит качать сильное отношение. То есть, я беру эту жизнь, я с ней соглашаюсь, даже вот ты, да, начал это интервью со слов, как ребята из глубинки. По факту так, мы там живем в провинциальном городе с тобой, да, кто-то у нас в команде есть ребята, которые вообще вот в такусеньких там деревушках живут, да, и делают результат, потому что они говорят, да, это моя жизнь, я с ней соглашаюсь, вот она такая, я ее беру, я не говорю, все, все конченые, это мир, город конченый, здесь нет возможности. Это значит отказываться. Люди говорят, да, окей, я ее беру, она моя, и я сейчас из этой жизни буду делать то, что я хочу. Я качаю сильное отношение внутри себя к жизни, к людям, там, я не знаю, к возможностям. Я его взращиваю, и все время его внутри себя, вот, ну, потому что очень легко там скатиться в какие-то вещи, это прямо у нас происходит вот так, потому что, ну, к сожалению, нас этому не учат, а? Так, Юля, сейчас серьезный вопрос. Если бы ты сейчас стала президентом компании BIC. Это там, где миллион евро, вот это все? Нет, президентом, то есть... А, это моя компания. Твоя компания, ты президент, основатель. Генеральный директор. Генеральный директор, да, в нашем случае, Селин, и ты. Что бы ты первым делом поменяла? Слушай, ну вот, знаешь, я просто сейчас очень довольна, потому что, Вова, я бы вообще ничего не стала менять. Все, серьезно, что ли? Прикинь? Ну, вот на данном этапе... Ну, есть, наверное, все-таки, что тебя не устраивает. Вообще нет ничего, что меня не устраивает. И прям мне так кайфово сейчас от этого, ребята. Знаешь, почему? Потому что мне не надо становиться генеральным директором, чтобы что-то поменялось. Мне надо... Мне ничего не надо. Ну, то есть, все эти... Какие-то комментарии, просьбы, какие-то там, усовершения... Нет? Все прям огонь. Чтобы я добавила. Давай тогда так вопрос поставлю. Да не еще, все. На данном этапе? Два. Два. Один-два. Вот чтобы ты точно поменял... Что-то ты изменила, добавила, не поменяла. Ну, что-то вот будет произошло. Два пункта таких-нибудь. Так ты уходишь от... Я не ухожу, я тебе серьезно говорю. Я понимаю, ну, ты сейчас президент компании, генеральный директор. Тебе нужно что-то, чтобы она развивалась. Что бы ты добавила? Ну, окей. Если прям надо что-то ответить, то я бы, конечно, сильно больше качала молодежную направленность нашего проекта. Потому что сетевой бизнес все-таки классно было бы, чтобы молодые люди, которые... Ну, смотри, сейчас все равно сама сетевая индустрия, да, она еще пока вот в таком немножко в тени находится. Особенно у нас в СНГ. Ну, вот новая. Я считаю, что это новая сетевая. Ну, вообще, да нет, сетевая, какая разница, новая, старая. Потому что она совсем немножко другой бизнес, но ведется уже по-другому, не так? Вот именно. Никто не знает об этом. Сама вот сейчас восприятие сетевой системы, оно осталось прежним, особенно в СНГ. И что бы я сделала, если бы я увидела, что есть на это ресурсы, да, то есть я посмотрела бы, что вот я бы направила больше каких-то... Ну, возможно, можно было бы привлечь какого-то там... Ну, бромче, говорите, девушка. ...какого-то привлечь. Чтобы Оксана Борисовна услышала. Какое-то медийное молодежное лицо привлечь. Да, не... Все-таки у нас пока до этого были такие, знаешь, женщины, которые рекламировали наш продукт. Все-таки ориентация была на женщин средних лет. А мне было бы интересно, если бы более такие... Ну, кто это? Я вот сейчас просто думаю, кто это может быть. Слушайте, кто может быть? Давайте, да, какое-то молодое медийное лицо. Да я не знаю, да это же Тимати. Почему бы и да? Кстати, знаешь, что у нас сейчас в команде есть... Да, я знаю, я знаю. Кстати, инсайдерская информация. Очень известное медийное лицо, которое непосредственно имеет отношение к Тимати и его компании. Рассматривать... Ну, не будем, да. Почему не рассматривать уже? Рассмотрел, окей. Да, рассмотрел. Очень понравился продукт наш. Он прям кайфанул. Ну, смотри, сейчас у нас, если говорить откровенно, да, единственное, что можно докрутить, это добавить еще одну целевую аудиторию. Потому что пока мы только силами нашей команды это качаем. Ну да. А если добавить еще немножко вот такого более централизованного влияния, да, ориентации больше на молодых ребят, рассказывайте им действительно уже... Вот у меня есть в команде девчонки, которым по 18 лет. Они такие прям, ну, подростки еще, да, вот вчера они еще были подростками. И когда мы разговариваем с ними на тему здорового ухода, им интересно. И представь, если люди будут открывать для себя важность ухода не в 30, как мы, да, безопасного, когда дети появились уже, а в 18. Ты представляешь, какое-то... Миссия наша, да. Да. Чем моложе люди, молодые, открывают для себя и возможности безопасного ухода, и возможности делать бизнес, и делать деньги. Потому что, как правило, что у нас происходит, особенно у нас вот в Крыму, да, в провинциальных городках, это офики, это бармены. И вот у меня, в частности, тоже ребята уходили, потому что, ну, здесь надо, там, вот, нет вот этого сообщества, комьюнити еще нет, которое бы все-таки держало человека, да, потому что все равно здесь нужно время для того, чтобы получить результат. И они уходят в понятную, вот, буквально, да, там, деятельность из серии, там, пошел, своих, там, денег заработал, но это никуда не приводит. Ты просто, ты, 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 Верю ли я, что можно сделать быстро и хорошо это? Я вообще стараюсь не категоризировать. Хорошо, плохо. Можно сделать быстро. Если у тебя есть такая цель. Можно сделать очень быстро. Потому что еще... Но это очень быстро. Можно быстро сделать? Вообще не вопрос. Насколько это хорошо? А как? А что? Хорошо. Почему ты спрашиваешь? Насколько это хорошо? Ломает ли это потом или что? Да смотря с какой целью человек приходит. Кого-то да, кого-то нет. Вообще не важно, сделал человек быстро, не сделал человек быстро. Важно, что он потом с этим результатом делает. Ну, я это и хотел, чтобы ты послышал. Да, если... Я недавно... Давай. Недавно смотрел интервью одного тоже сетевика, предпринимателя. И он сказал, что я не верю в быстрый результат. Потому что... Потому что не верю. Мне важно тот результат, когда... Если человек свалился и смог потом подняться. Вот это тогда я как бы ему пожму руку и... А то, что быстро сделали, взлетели... Ну, молодец, окей, посмотрим, что будет дальше. А как правило, те, кто быстро взлетали, они очень болезненно переживают потом свои падения. А в бизнесе, ну, ты как ни крути, они всегда есть. Потому что синусоида идет. И когда ты падаешь, ты либо... Если ты готов к этому, ты как бы нормально переживешь этот момент. Не сильно он будет заметен, твое падение. Ты сразу дальше пойдешь стартовать вверх. И вот в этом моменте вот важно для меня. Если ты об этом, то, конечно. А вообще... А вообще можно и нужно действовать быстро, потому что... Ну, потому что это прикольно. Это, во-первых. Но, конечно, ты... Это вот все равно, что сразу взять и побежать, там, например, я не знаю, в марафон без подготовки. Ты, конечно, ты можешь его пробежать, но ты сдохнешь, да. Но быстрый результат, это, знаешь, как бы быстрое взросление. Есть свои плюсы, есть... Что ты с этим делать потом будешь просто, да? Да, а как ты будешь с этим по итогу обращаться? Вот. Да. У меня есть такой теперь, ну, отвлеченный вопрос. Смешной, может быть. Но прошу ответить на него очень честно. А как тебя в детстве называли? Ну, было... Кликух у тебя какая-то, может, погоняла. Вот что-то такое в школе, в садике, в институте. Давай. Это, кстати, болезненное переживание. И хорошо, что сейчас я уже не в школе. Я очень рано начала развиваться. Ну, как... Как женщина. Да. И у меня у одной из девочек, которые в классе были, а их было немного, у нас было много мальчиков и мало девочек. У меня у одной из немногих первая начала расти грудь. Причем как-то быстро. И у меня была... Меня называли... У меня была кличка бюстик. Бюстик? Да. Это не смешно, я плакала. Серьезно? Это же комплимент. Это было ужасно, потому что я боялась, что у меня вырастет вот такая грудь. Я же не знала, что она остановится. И у некоторых же не останавливается, у некоторых вырастают вот такие дойки. И это... Это был мой самый страшный страх, что у меня вот будет вот такая грудь. Сисяо. И я... Это ты сейчас смеешься. Это действительно было очень страшно. Это один из самых страшных комплексов. Я что делала? Я покупала футболки, маечки, которые были на два размера меньше. И всегда носила их под одеждой, чтобы ты понимала. Представь. Видали, что мы откопали? Тебе это сказала? У нас же честный репевью. Ну, комплексы они, видишь. Тоже отдавает такой вопрос интересный. Многие личные коучеры, да, ну, тренеры по личному росту считают, что, чтобы сделать успех в бизнесе, я сейчас про мужчин, у него должна быть, ну, вот женщина, да, его женщина. Не много женщин, а какая-то одна женщина, да, созидательница его, королева. Вот. И что, если мужчина беспорядочно имеет связи, то это как бы не очень влияет на его бизнес. Как ты считаешь, для женщины важно, чтобы у нее была любовь и мужчина, когда она делает бизнес? Еще раз спроси меня. Насколько важно для женщины, чтобы у нее была любовь, ее мужчина, и как это отражается на бизнесе? Может ли это отражаться на бизнесе? Потому что для мужчины это, ну, женщина должна быть. А у женщин мужчина должен быть? Ну, смотри. Если говорить откровенно, то, как правило, если у женщины есть мужчина, который успешный, если у женщины есть мужчина, который успешный, развивающийся, зарабатывающий, то очень редко такие женщины сами начинают делать бизнес. Очень редко. Это вот прям, ну, единичные случаи, когда успешный, влиятельный, сильный мужчина, например, как Гандапас, да, и у него успешная, развивающаяся же жена. Это прям вот можно по пальцам пересчитать. Как правило, если мужчина развивается, то женщина, она где-то рядом, она не, тут важно не путать, она не деградирует там где-нибудь у себя в декрете, да, нет. Но она все-таки не выходит на уровень той же зарабатывания денег. То есть она не заходит на его территорию, понимаешь? Она, хобби у нее? У нее, она развивается, очень часто такие женщины очень много обучаются, занимаются какой-то общественной деятельностью, да, то есть, но это скорее не бизнес. Но есть вообще такая история, теория, что есть женщины, у которых есть два вида денег. Есть женские деньги, а есть мужские деньги. Эта теория немножко отличается от той, которую, как бы, культивирую я в своем аккаунте, потому что я больше говорю про женские деньги именно как деньги, которые женщина получает от мужчины. Здесь, ну, вернее, через женственность, понимаешь, да, о чем я говорю? Здесь по-другому немножко. Вот есть женщины, у которых деньги приходят, то есть они умеют сами делать деньги. Это называется женские деньги. То есть, да, да, она сама может зарабатывать, у нее классные там, она может делать бизнес и так далее. А есть женщины, у которых деньги приходят от мужчин, через мужчин. Ну, то есть, мужчины все время ей что-то дарят, какие-то машины, какие-то там классные шмотки. Не потому, что она там какая-то, ну, я сейчас говорю про адекватных женщин, давай так сразу, да, не о содержанках, да, условно, а о женщинах, которые действительно вот так себя проявляют, что мужчинам хочется что-то... А если про одного мужчину? Сейчас я закончу мысль. И так вот, если... Или через одного. Ну, обычно таким женщинам вообще всем хочется что-то дарить ей. Вот она вот, знаешь, вот как девочка, ей вот хочется что-то как-то в ее помочь, поучаствовать. Конечно, она в идеале там выбирает одного мужчину, вот он развивается, и она там через него получает какой-то ресурс. Так вот, если женщина все-таки про женские деньги, она их сама делает, то для нее все равно очень важно быть сбалансированной в отношениях. Потому что даже если женщина, вот это отвечая на твой вопрос, даже если женщина занимается бизнесом, если она умеет делать деньги, делает деньги, если она при этом, и это ей дается легко, как правило, как понять, какие у тебя деньги, женские или мужские, и это тебе дается легко, легче. Так вот, если она еще балансирует свои взаимоотношения с мужчинами, добавляет развитие своей женственности, она еще больше растет по деньгам. Понимаешь? То есть у нее еще больше каналов открывается. А если женщина, которая рядом находится со сильным, статусным, влиятельным мужчиной, да, который отвечает за денежный вопрос, но при этом она развивает какие-то свои там тоже что-то пытается, это не будет у нее мега финансовый результат. Пусть это будет 1000 долларов в месяц на любимом деле, но если она качает эту историю, то у мужчины денег приходит еще больше. Понимаешь закономерность? То есть всегда важен баланс. Всегда. Короче, вывод такой, что за каждым великим мужчиной стоит мнение, великая женщина. Совершенно верно. Отлично. Что, мы вам запустили, да? Да. Пошла. Такой вопрос, будет полезен партнерам очень. Были ли у тебя жесткие периоды в команде? Какие-то недомолвки, обиды, кто-то с кем-то там, ну, вась-вась. И как ты эти вопросы решала, как лидер, как наставник? Самый жесткий вопрос был у меня самой к себе. Нет, в команде между партнерами. Ты знаешь, вот таких жестких не было у меня. Разборки какие-то. Кто-то кого-то увел, не договорил там, не додал. Ну, что-то такое. Нет, не было такого за все время, ни одной жесткой такой истории. Один раз была ситуация, когда девочка пригласила в бизнес с партнером, но они прям вот очень друг к другу, ну, не подошли друг к другу очень сильно и начали друг на друга гнать прям, ну, вот она не то. И вообще я случайно к ней зарегистрировалась, я хотела не к ней. Как решила? Разговор, разговор открытым сердцем и с той, и с другой. И мы поняли, что они не, скажем так, не могут договориться. И оставили эту ситуацию немножко, да, чтобы обе остыли. И пока они остывали немножко, я дала, то и одно время подумать о другой. Я занималась этой девочкой, да, курировала ее. Но самое интересное, что когда немножко время прошло, когда вот эти вот бабские эмоции остыли, они начали взаимодействовать, контакт наладился. Здесь очень важно, вот смотри, очень важно сохранять объективность и не занимать ничью сторону. Потому что не все так, как видится одному и как видится другому. Когда я начинаю, был тот же момент, когда одна другую обвиняла в брехне. Когда одну, одна обвиняла другой в брехне, что якобы прямо в жесткой. Она мне врет, она сказала, что она оформила заказ, а она не оформила заказ. Мне сейчас сядет голос, я не могу громче, мама. Так вот. О чем это мы? О чем это мы? Все слышат, нет? Короче, выяснилось, что это было просто недопонимание. И если бы я заняла или одну, или другую сторону, то был бы конфликт 100%. А когда мы разобрались, выяснилось, что она заказ оформила, но не нажала оплатить. Поэтому у одной оно не отображалось, а у вторая думала, что она его оформила. Понял? И получилось, что когда-то... Не вовлекаться. Стараться смотреть на ситуацию со стороны. Да, что нет никого правого и виноватого. И тогда... Ну, ты знаешь, вот ты спрашиваешь за все время жестких конфликтов, каких-то стычек какого-то у меня в команде не было. Мне было интересно, как ты рассказал, как ты, если ситуация происходит, что ты делаешь, чтобы другие люди понимали, как нужно с такими... Потому что, ну, по-любому возникает. Это бизнес. Да. Особенно когда женщина, это общается. Давай еще два вопроса. Давай. Вопрос такой. Самое тяжелое в сетевом бизнесе, что было для тебя? Самое тяжелое в сетевом бизнесе отказаться от мысли, что я самая умная. Что я все знаю. Что не надо мне ничего рассказывать. Не надо вообще лезть вообще в мое дело. Это самое сложное. Потому что... Когда вы приходите в сетевой бизнес, даже если вы приходите из другой компании, или... То есть вы уже были в сетевом бизнесе. Важно обнулиться. Вот просто отказаться от всего, что я знаю. Это вот как на тренинге. Ты приходишь, и самая большая проблема, это первая мысль. Да я это все знаю уже, да я это все слышал, да я сейчас вам все расскажу, как надо делать. Лично я очень долго буксовала, потому что отказывалась делать то, что мне говорили. Потому что мне казалось, что я умнее. Хотя, ну, не совершай ошибку всех дураков. Не думай, что ты умнее всех. Это самое сложное. Это вот, знаешь, вот это ощущение амбиций какого-то, неподкрепленных. Да даже, да даже, когда они начинают подкрепляться результатами, очень важно все равно быть открытым. Быть открытым. Это не значит, что вот тебе дает какое-то действие, а ты как придурок, сломя голову, там, идешь это делать. Нет. Ты смотришь. То есть моя была какая, знаешь, стратегия. Вот это я делать не буду. Вот это ерунда. Вот это чушь. А вот это вообще бред собачий какой-то. Это что, в смысле, я это буду делать, вы что орете? Вот. А на самом деле, если бы я с умом и более там не отбрасывала бы эти действия, то результат был бы сильно быстрее. Это самое сложное. Ну и смотреть правде в глаза в сетевом бизнесе приходится. Смотреть правде в глаза, потому что когда к тебе приходят партнеры, определенным образом себя ведут, и тебе кажется, что это они во всем виноваты, а я такая белая и пушистая. Смотреть правде в глаза, что Юля, ты создала этих партнеров в своей жизни? Либо это кармические учителя. Как бы извините, если это вот, собственно, то, как они себя ведут, значит, ты себя так ведешь. И третье, самое сложное, это все время фокус на себе, на своих действиях, на своих задачах. Как я могу, как я буду дальше развиваться? Что я могу дать своим партнерам? Не почему вы такие сидите, там, и не рекрутируете, да, и я вот вам все дала, а вы сидите и сись умнете, да? Что я могу, как я сегодня буду, как я сегодня стану лучше, как мне стать лучше? Ну, то есть фокус на себе и на своих действиях. Это тяжело, потому что хочется сказать, ну, все, ребят, что? Я все вам рассказала, инструменты дала, давайте это, а я поехала, значит, там. Все, что надо. Да, давайте мне результат, мне результат, давайте. Очень легко в это скатиться, очень легко. И очень сложно понимать этот бизнес, как, это же не бизнес, где ты нанял людей на работу, хотя даже когда ты нанял людей на работу, если ты не выстраиваешь с ними доверительные партнерские отношения, они никогда не будут работать над результатом компании, никогда. Здесь примерно то же самое, но все равно в найме ты в другой немножко позиции. Мне было сложно именно вот партнерство устанавливать с людьми. Давай, последний вопрос. Вова никак не может остановиться, так ему интересно. Твои три базовых пожелания человеку, кто решил заняться сетью. Войти к нам в сеть, в нашу секту, вот это вот солнце, руки к небу поднимать, к солнцу. Три базовых вещи, которые бы ты пожелала человеку, который сейчас принимает решение заняться сетевым маркетингом. Нашим бизнесом, линейным бизнесом, смарт-бизнесом, который включает в себя несколько направлений. Пошла презентация, понимаете? Первое. Первое. Как можно скорее протестировать продукт? Вот прямо вот не завтра, потом, когда у меня будет время, а вот здесь и сейчас протестировать продукт. Это важно. Второе. Второе. Отказаться от мысли, что я самый умный. И быть на связи со своим спонсором. Всегда. Задавать вопросы, спрашивать, если непонятно, не думать, что какие-то есть глупые вопросы. Быть на связи со своим наставником. Всегда. Спонсор достается тому, кто его достает. Совершенно верно. И третье. Блин, третье. Много на самом деле всего, но самое главное, наверное, наверное. Знаешь, что самое главное? Что? Не бздеть в танке. Не бздеть, Вова говорит. Нет, это как можно скорее попытаться понять, нахрена мне все это надо. Лично мне. Я это для чего делаю? Потому что люди, когда приходят, они ставят цели, знаете, такие социальные. Мне надо сделать ремонт, мне надо там то-то-то. Очень важно, поскорее, это не дастся сразу, это вот время нужно для этого, попытаться раскопать, для чего это мне, конкретно мне, что я здесь хочу найти, что я здесь ищу. Если это деньги, то какая сумма и для чего конкретно мне это. Потому что есть огромное количество таких, знаешь, желаний, которые людям кажутся как бы глупыми, нелепыми, и для себя желать это странно. Но если себе всерьез разрешить к этому идти, ну, например, кто-то хочет, не знаю, розовую машинку какую-нибудь, знаешь, там, или кому-то нравятся какие-то серьги, она уже сто лет ходит на них, смотрит и думает, ну, блин, ну, а если поставить одну из целей, что-то, что для меня, вот я сделаю, и пусть, и пусть, вот, я не знаю, снять там троллейбус, обвесить его с шарами и с подружками, с шампанским там проехать, ну, что-то, что будет в том числе с другими целями зажигать конкретно меня. И это очень тяжело, на самом деле, да, откопать какую-то истину. Да, ну, это череда вопросов и череда каких-то действий и тестов. Что еще? Окей, что еще? Если вот это закроется, что еще? Окей, я сделала ремонт, мы съездили отдохнуть, что еще? И так нам получается, что человек, вот, если все-все-все закрыто, он разрешает себе что-то. Ну, если все-все-все, тогда, наверное, я все-таки куплю себе это платье, например, я сейчас условно говорю, вот, это важно. Ну, и фигачить. Может, он на альфе, да? Как это? Предупреждать надо. В принципе, друзья, мы подошли к концу нашего ток-шоу. Кстати, название к нашему ток-шоу вы можете написать в комментариях, самое лучшее мы выберем, так назовем, потому что, ну, с сегодняшнего дня, по сути, уже начинает творится история. Понимаете? И сегодня первый наш человечек, лидер, топ-лидер. Какой ближайший статус там у тебя? Вице-президент? Да, вообще у меня до конца года вице-президент замечен. Все, отлично. Поэтому спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Мы старались и за силу старались, чтобы было это полезно. Первое, в первую очередь, для тех, кто думает, с чего начать бизнес. Второе, для партнеров нашей компании, для других. Потому что, на самом деле, мы раскрыли те вопросы, которые волнуют многих людей, кто находится... Все, что ты хотел узнать, но боялся спросить. Да. Потому что очень важно, знаете, нужно учиться на... Есть такое выражение, что дураки учатся на ошибках, а учиться нужно на успехе других людей. Поэтому сегодня мы как раз учились на успехе других людей. Уличик, тебе большое спасибо. Не последний раз. Давай пять. И кушаем. Хочется поесть. Да, все. До скорых встреч, друзья. Погнали. Нам надо фотку теперь замутить. Да? Конечно. Как-то тебе только надо будет еще нарезать, как-то так, как у Дудя, чтобы смешные были какие-то вот эти вставки. Си-сяу. Ждите видео... Где? На канале. На каналах. Видите, даже голос подсел. Потому что Вова все время кричал, громче, громче говори. Круто? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok